С независимой справой звернулись в нашу редакцию представники одной из гостиниц Могилёва. Камеры видеоназирания установой зафиксовали отразу два факта, крадя жумаёмости. Знаете, их сподзяются с допомогой горожан. Вечер и ночь ведомы наилепшие умовы для здяснения злочинства. Однако злоумысники на Уратте ведали, что навод у Темры трапят у объекты камер. За собственные средства высадили туи на прилегающей к нам территории. Хотя эта территория принадлежит городу. Нам очень хотелось, чтобы наш город был красивый, зелёный и цветущий. Однако были зафиксированы два факта хищения туй. Все сюжеты с камер видеонаблюдения были зафиксированы и переданы правоохранительным органам. У администрации сподяются, что два дрэва выключения, а не першие ластоки дальнейших крадежу. А у державным предприемствами Могилё Зеленбуд до таких факту, на жаль, привыкли. Хотя сёретняя ситуация выключенная. Никогда такого не было. Воруют кашпо. Девять штук воровали за этот год. На бульваре непокорённых у нас украли прямо полностью вертикальное отделение. Всё стойко. Кашпо сняли, цветочки вытряхнули, а сам металлическую конструкцию украли. Как они её били, как они её вытягивали. Конечно, ночью должны были слышать наши граждане, но почему-то никто никуда не сообщил, потому что это гул, наверное, стоял грохот. С начала года только в Могилёве порушальники принесли шкоду омально 40 тысяч белорусских рублёв. От традиционных питуньев со изменой сезона и они переключаются на больше дорогие рослины. Такие, как те же самые туи, рыночные кошки, яких складают от 15 до 100 рублёв за одинку. Замоцовать за кожным зелёным ковалком у города камеру ведомо не могшима. Тому коммунальные службы извертаются до гораджан. С тем, как быть больше пильными, как до уластной майомости, так и до городской. Седа Каспарова, Александр Тарасов, Николай Соболев, Новины, РГИО.